Вы слушаете канал ЖАЖ.КЛАП. ВИЛА И ВОЛШЕБНЫЙ ПОЕЗД. ГЛАВА 19. ДОМОЙ. Утром двинулись в обратный путь. Ух ты ж! Аккуратно завернул зеркало в одеяло и забрал с собой. Надо будет разобраться, что это за зеркало и для чего его изготовили, проговорил мак и вопросительно посмотрел на гора. Гном пожал плечами и пошел вперед. Дорога к дому показалась короткой и приятной. Снег таял, на прогалинах расцветали цветы, пели птицы, дул теплый ветерок, а ноги сами бежали домой. Жизнь в волшебной стране налаживалась. Вернувшись домой, Вилл первым делом отправился проведать машиниста Мрамора. При встрече старый гном прослезился, признаться, я и не думал, что вы вернетесь так скоро. Ты теперь герой, Вилл. Наверное, должность кочегара тебе теперь вряд ли подходит. С сожалением проговорил гном, что ты. Я всю дорогу только об этом и мечтал. Успокоил его Вилл, думал, как мы с тобой растопим, Алова, и отправимся на нем до последней станции. Там полежим на травке возле леса. Искупаемся в озере и с новыми силами вернемся домой. Гном с облегчением вздохнул и расплылся в улыбке. Ну, тогда прошу вперед. Сказал Мрамор, уступая дорогу мальчику. Вилл с нетерпением запрыгнул в кабину паровоза. Здесь все было по-старому. В углу стояла лопата для угля, а на крючке у окна висела рабочая форма кочегара. Все приготовления были закончены. Алый, под завязку был заправлен углем и с нетерпением выпускал клубы белого дыма. Гном лукаво посмотрел на Вилла и подмигнул. Мальчик аккуратно потянул рукоятку свистка. Послышался громкий протяжный гудок. У-у-у-у! Мрамор передвинул рычаг и паровоз тронулся. Продолжение читайте на сайте жаж.клаб. Субтитры сделал DimaTorzok